Как защитить квартиру от пожара и потопа, построить дом с самыми прочными стенами и избежать аварий на заводах? Все это обсуждается в Челябинске на Уральском строительном форуме. Ведущие разработчики региона представили там последние разработки в сфере строительства. Подробности в репортаже Марии Агеевой. Если у вас произошла авария, например, сработал датчик протечки, то, соответственно, у вас перекроется вода. Вода отключится. На телефон владельцу квартиры придет СМС-сообщение об аварии. Леонид Рай представляет умную систему безопасности для дома. Она контролирует расход тепла, воды и электроэнергии. А еще следит, чтобы не было потопов и пожаров. И защищает от воров. Можно даже из офиса или из машины проследить, что происходит дома. Дистанционно выключить свет, если оставил лампу включенной. Или перекрыть воду, если забыл закрутить кран. Вот у нас есть камера видеонаблюдения. Когда мы находимся вне дома, мы можем посмотреть изображение с камеры на своем смартфоне. Систему безопасности презентуют на Уральском строительном форуме. Он открылся в Челябинске, в центре международной торговли. Здесь представлены современные технологии и материалы для строительства домов, заводов, дорог. Образцы керамической плитки, кирпича, пластиковых окон, сантехники, труб. А здесь портативные приборы для контроля качества работ. Помогут проследить, чтобы асфальт не провалился или стены не рухнули. Этот прибор называется измеритель прочности бетона. Он позволяет очень оперативно провести испытания. И сейчас мы с вами в этом увидимся. Вот у нас есть образец легкого бетона. Такие используются при строительстве коттеджей. Мы просто прикладываем прибор, нажимаем на кнопку. Вот результат 12,5 мегапаскаль. Это нормальный показатель для бетона такого вида. Один из приборов заинтересовал генерального директора Челябинского института строематериалов. Этот пресс – уникальная разработка челябинских инженеров. На таком проверяют бетон на прочность в лаборатории. Погрешность минимальная. Работает от обычной сети в 220 вольт. Рашид Ахтямов подумывает купить прибор. У нас есть старые модификации, но это очень громоздкие, большие пресса. И вот имеет смысл подумать. Буквально настольный прибор, который заменяет огромный пресс, многотонный. Посетители и участники ищут не только строематериалы и оборудование, но и партнеров. Компания Евгения Шишлонова из Магнитогорска проектирует заводы, дороги, магазины по всей стране. Евгений хочет, чтобы при строительстве заказчики использовали не зарубежные технологии, а именно южноуральские. Поэтому присматривается к изобретениям местных инженеров. Особенно интересуется системами безопасности – промышленной, энергетической, пожарной. При взаимодействии с промышленными предприятиями, при осуществлении совместных заказов и проектов на предприятиях, в том числе и всей Российской Федерации, я так думаю, что мы можем совместными усилиями и затронуть, развить проблемы, связанные с экологией. В том числе с применением экологически чистых технологий и материалов, которые производятся на территории Челябинской области. Форум должен подстегнуть разработку и внедрение современных технологий. Они могут сделать жилые дома и предприятия безопасными, чтобы предотвратить ситуации, подобные взрыву газа в Аргояжском районе и пожару в челябинском поселке Благодатова. Сегодня можно говорить в том числе об импортозамещении, хотя, наверное, в строительстве, как правило, это не просто импортозамещение, а создание действительно уникальных каких-то вещей, которые в том числе у нас покупают зарубежные партнеры. Ну а на площадке выставки здесь как раз обмен опытом, наверное, изучение возможностей каких-то своих конкурентов. Выставка будет работать в Центре международной торговли до 17 марта. Мария Геева, Идар Насыров, ОТВ.